Субтитры делал DimaTorzok Решили не ехать на Абхазию по одной лишь причине, что все-таки это, наверное, отдельный маршрут, который, скорее всего, нужно соединить вместе с Кавказом и повидать Каспийское море. Такие маленькие. Вот это поворот Серега в гипсе теперь ждет, пока высохнет. Как поедем, видите? Я думаю, мы от тапочки подошем, отрежем, привяжем скотчем и поедем. Я думаю, они нахуй больше так ездить не будут. Это путешествие, это чисто углубленный Крым. Это красивейшие места. Путешествие это будет Крым наизнанку? Да, наверное, да. Не туристические маршруты, так скажем, да? Кстати, новое, я называю, вот ты придумал название вот ролика моего. Крым наизнанку и в нескольких сериях. Время утра. Солнце уже светит нормально. Моя подушка. За ночь пауки уже спрели паутину на мотоцикле. Быстро они делают. Ночью кто-то приходил, какое-то животное, все шкурки от колбасы и все сожрал. Вот чуть-чуть осталось только. Утренний завтрак. Мусор обязательно с собой. А сейчас мы поедем по дороге, по которой ездят только местные. То есть как бы маршрут-навигатор там вообще не прокладывает. Все, ребята, вот это хотелось давно сделать. Пожать вам руки, вы им просто, блин, молодцы. Я просто с вами этим болею. Очень люблю ездить куда-либо, путешествовать. Сейчас работа. Отпуска нет, отпуск закончился. В отпуске ездил в Абхазию. Вы тоже туда направляетесь? Ну, слушай, тут мы пересмотрели. Я сейчас пока планы. Сереге на работу надо. И поэтому решили Крым попутнее изучить. 3,344 показывает. Блин, ну вообще капец. Нормально, да? Моцый, просто я вообще восхищен. У меня была поездка на машине. В 7000 я проехал круг. Это через Белоруссию ездил. В Питер, с Питера сюда приехал. Но на мотоцикле еще никак не могу собраться тоже. И да, и жена как бы не очень-то за. Все понятно. Тоже нужна команда, да? В общем-то. Ну хотя бы да, хоть бы вдвоем. А то как-то одному прям скучно. Ну да, это лучше будет, конечно. Ну и всякие непредвиденные ситуации могут возникать. Вот такие дела, ребят. Символические вам подарки. О, благодарю. Нет, наоборот. Вот так. Ты тут был уже, а вот сюда советую заехать. А, понял. Я вам сейчас на карте покажу метки, куда ехать, чтобы вам было посподручнее. Все, благодарим. Вот сюда, правда, дороги конкретной нету. Но там очень красивый вид. Все, ребята, рад вас видеть. Удачи вам в дороге. Хорошо вам добраться. Хорошо получить эмоции. Надолго, чтобы вам хватило. Но не сильно надолго. Чтобы хотелось еще, чтобы были цели. Чтобы вы их достигали в конце концов. Как только, когда мы приедем, уже следующий план будет. Да, чтобы сразу начинали плавно думать о следующей поездке. Планы даже сейчас уже в голове. Кубатурятся, крутятся, крутятся и крутятся. А дальше только грунтовка. И живописные виды. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Насос у Аркадича на материке уже До моря доберемся, там заедем куда-нибудь подкачнем Субтитры сделал DimaTorzok Соленблок слева маятника разбило Как управляемость? Такое ощущение, будто у меня раму скотчем смотали Ну потому что здесь люфт Особенно на Фебенке я сейчас ехал, очень ощутимо Колесо спустило, думал сначала Но оно действительно такое мягкое, надо подкачать Да-да-да Оказалось, что вот видишь, маятник заболтался Ну да, ну такой груз, потому что Здесь шмурдяка черт знает сколь И у тебя вес еще приличный Как видите, дорога сделала свое дело Камни, серпантины, жесткие подъемы Все это сказалось на состоянии Соленблоков В планах было, конечно, их заменить Но немного подумав, прикатавшись Мы решили их не менять Так как поломка была не особо критичная И можно было двигаться дальше И в таком состоянии Ну а Владимир Аркадьевич Пятые сутки уже грелся на Азовском море В планах двигаться назад у нас еще не было Крым все больше и больше затягивал нас В свои ландшафты Вот здесь мы и поспим Немножко в такую жару Покажу вам Цикаду Я первый раз в жизни увидел Вот она, как выглядит Едем сейчас вот туда На Меганом За последние дни передвижения Мы 50% Наверное ехали по жестким дорогам По пересеченкам По щебню, по крупному По всякому Даже вот эта бюджетная техника МТ, которая Она не отставала от Дакара Ну и сегодня Серега почувствовал люфт сзади Я вот вам показал до этого Разбила сайлентблок маятника С левой стороны Ну и я считаю, что это нормально Это простительно Тем более, что эксплуатация мотоцикла В принципе, как бы не для него была Предназначена именно вот эти горки и спуски Как тебе спуски, которые мы с белой горы езжали там Поднимались Жестко, жестко, конечно Считаю, у нас было У меня перегруз Постоянно швурдяк висит И мы вот едем Камни, 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 камни Маятник работает Влево, вправо постоянно едешь Да, жесткая вообще дорога была Когда закладываешь по серпантину По асфальту У тебя получается Либо ты сильно завалил Колесо сыграло И получается тебе надо вернуться обратно быстро Либо наоборот Ты не довалил, получается Опять колесо играет И ты выравниваешь вот эту ситуацию И получается, как будто ты на льду Немножко Также мы вот сейчас по гравию спускались Вот то же самое я чувствовал Рядом с Абрёвом едешь И такой он такой Брык чуть-чуть Оп Кажется, как Не надо так больше делать Решили не ехать на Абхазию По одной лишь причине Что все-таки Это, наверное, отдельный маршрут Который, скорее всего Нужно соединить вместе с Кавказом И повидать Каспийское море Это путешествие Это чисто углубленный Крым Это красивейшие места Этого полуострова Крым наизнанку Да, наверное, да Не туристические маршруты Так скажем, да? Кстати, новое название Вот ты придумал название Вот ролика моего Крым наизнанку Вот такой вот виноград Еще не спелый Так растет Интересно Я сблизи не видел даже Ни разу Крым наизнанку Крым наизнанку Крым наизнанку Кто это такой Тут ко мне Пришел Сколько вас тут много бездомных Остановились в Тиньке Жара, потому что капитальная Сегодня жарит прям вообще Хочется быть в Тиньке Одновременно в море В Тиньке И на мотоцикле Утром на рассвете Стартуем Погорять Меганом Как тебе подъем? Подъем? Да, прикольный Ну, тебе вроде бы покруче немножко Я решил там проехать Для начала Просто народом Я понял Аж даже страшно мне там стало Че, погнали Ветер Гоу, гоу, гоу Ветер, чувствуешь? Мотик даже сдувает Да Насколько сильный Что-то я сюда Куда-то поехал Че-то, Серега Тут как-то страшновато Там вообще Как обрыв А тут мы, наверное, Не поднимемся Я думаю, что нет Я похоже забыл, что я За две с половиной тысячи от дома Ты тогда многом забыл Короче, здесь полный трэш Возвращаюсь туда Обратно Без защиты Без защиты, без всего Да, и мотик, в принципе, вот не для такого Тут на эндурике бы надо Объедем по лайту Поддержи Опа Высотища, я вам скажу Тут вообще Аж страшно становится Субтитры сделал DimaTorzok Третья передача На второй, ребят Ох, дух захватывает А на ветряке-то вон туда надо Ну, слушай, здесь Я не знаю Можно попробовать, конечно Не стоит Да? Не знаю, если кому-то показалось, что здесь семья Вот этот подъемчик такой А если в обрыв Торопиночку упасть Нормально Это не просто мордой в лужу Нам еще до низа хорошо лететь Где у нас кемпинг? Вон два вагончика стоят Резина здесь нужна уже более другая Потому что должен быть зацеп нормальный Отличный Я здесь немножко подобалдел Вот здесь в горку Раз, иначе на второе Понимаешь, что сейчас Поворот Щебенка мелкая Ща развезет Я в траву ушел Пришлось газ бросить Блин, в камень попал Чуть-чуть сбросил Не вытягиваю ее на второе Еду На первую А там уже вот так Тыш Меня поднимает Вот так Стройку, короче, подъеду Пухсую Еду Вот так вот Все Да Блин, да Ну, немножко неудачно Не справился с ситуацией Ну, выровнялся Все, ну, блин Жим-жим-жим-жим-жим-жим Внимаем, что? Так нет Легкий мотик Че? Нормальная резина Почему нет? Жучок подъезжал Постарался Неудобно было снимать Я, говорит, падал тут Падаю постоянно Бак пробит Ребята, вы не увлекайтесь Вот этой ездой по полям Потому что здесь проволока, блядь Зацепить, намотает Хуя болотится Или старый пол, блядь Камеру пробьете Вот тропиночки есть на битве По ним и гордайте Ясно Благодарим Зарезать Чисто случайно катались Под меганомом Видели вот этот гармон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь 100% мы можем сказать Что мы на меганоме были Были На всей вершине Но ветер тут Шикарный вид А внизу оказывается Есть пляж еще какой-то Под меганомом То есть тут заход Только здесь Через верх А больше никак не зайдешь А, либо вон там Вон человек какой-то идет То есть вокруг меганома Перекусили немного Сосиски Колодильник Хлеб может вот так Полежать Сегодня день кайфуем на море Нашли прекрасное место Красота здесь Да, красавец Видели крабов когда-нибудь Вот сейчас мы вечером Будем их Варить Это все самцы Чтоб вы знали Потому что самок Как бы нежелательно ловить Пусть и не потомство дают А еще есть вот такие виски Ребята угостили крабами И мы сейчас их будем пролубывать Пахнет вкусно Первый раз в жизни ем Даже не знаю За вас В кустах сидит Вкусно, блин Кальмаров что ли? Да А вот картошечка Это совершенно другое дело Все привычное Движуха идет у нас В общем-то Встретили хороших людей Затусовались А вот у них вообще Свадьба была Поздравляю вас Под водой На суше палим Да, решили под водой Последние деньки И выдвигаемся уже домой Все, давайте Счастливо Как раз в воскресенье Мы в следующем будем дома Счастливо Счастливо Я на фоне Вообще никуда не ездить Да и жара И бензин Давно Откровенно Да Уехали Остановились У мотика Человека нет Двигатель В принципе Уже практически остыл Может быть Уехал с попутками Куда Неизвестно Потому что Ну Я бы не бросил мотик Например Далеко бы не ушел Что-то по-любому Случилось Ну и мы стоим Уже здесь минут 15 Никого нет Все оказывается Гораздо проще Оказалось Привет Мы смотрим Мотик Стоит Думаю Хрен его знает Может где В кустах Валяется Бензин 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 Слез Да Навернялся Там на заправке Блядь Освежиться Туда-сюда Куртку Блядь Походу Кинул Там Покупал Как бы закрытая Все бабки Документы Блядь Все Вообще Блядь Все Нет Нихуй Двигнулся Назад Не доехал Ни фиг Просил Заправки Нет А без документов Так и остался Вообще Деньги есть Да есть Что-то Да друзья Еще Просто Обидно Пиздец Ладно Давай Вот так Вот бывает Едем на Озеро Соленое Здравствуйте Вы на Озеро? Да А разве Должно Быть Соль Хрустит Под ногами Как снег Да Видно Что оно Розовое Вот такая Вот Сороконожка Или как еще ее называют Вода Соли Нет То есть Мы такие солонцы Проезжали Там гораздо соли Больше было в этой деревне Чем здесь На озере Да Согласен Хотели Как бы Посмотреть Именно не на воду А на соль Да Как оказалось Это Действительно Заповедник Массового значения И как бы Здесь очень много Разводится Птиц Которые в Красной Книге Находятся 60 видов Нам только что Подсказали Да И много разных Трав Исчезающего Вида Есть Вот это На самом деле В этом году Из-за дождя Много воды И вот Розовое озеро Оно сейчас Просто не розовое На самом деле Оно розового цвета Есть там Какой-то Микроскопический Рачок Да Он говорит Небольшой Из-за этого Вода приобретает Такой цвет Но мы К сожалению В этом году Не увидим Общий вид На озеро Можно посмотреть Вот сюда Стоит 150 рублей И эти деньги Уходят На развитие Заповедника Ну немного Отдает Розовым Конечно Это видно Он говорит Что Надо было Вам до обеда Приезжать И тогда Вид бы Был совершенно Другой В общем Взял пару Ракушек Заповедника На память Кстати говоря Он что сказал Это вулканическое Происхождение Вот этой вот Горы Или что Да То есть По сути Здесь как бы Минералов Очень много И поэтому Это даже Больше не соль Какие-то Минеральные Отложения Это как бы Из недр земли Что-то выходит Вместе с солью И так далее Ракушечник Черное море Как-то необычно Все Вода Как слеза Офигеть Красиво А я и говорю Место Такое Отличное Просто Это же Сколько Надо было Панцирей Чтобы Раздавилось Да Вообще Хорошо Обалденная Вода Красота Солнце Садится Почти уже село Нам не вариант Было Оставаться Там Вместе С этими Смошками С какими-то Мелкими Комарами Поэтому Мы Поехали Сейчас На ближайшую Заправку Она сейчас Скоро уже Будет Для чего Для ремонта Скорее всего Там Открутился Главный Топливный Жиклер Потому что Последнее Время Мы Ездили На таких Стрясках Что Просто Дошмар Вот Там есть Крыша Над головой Там есть Что Поесть Там есть Бензин И освещение Все Больше нам Ничего Не нужно И за ночуя Мы скорее Всего Там же Вскрытие Покажет Да Что У тебя Нанося Грязь Грязь Странно Что У нас Ни больше Ничего Нет Я говорю Наконец Интересные Моменты Начались А то Скучно Даже Как Чирить Только Холостой Ход Мы поехали Сделаем Поехали Да Поедим Уже Печей Наконец Да 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 Вот почему Такая ерунда Навигатор прописывает Что она рабочая И стоит там А по факту Она Абсолютно Еще Как в начале Строительства Навигатор показывает Что рядом С нами Вообще Нет заправок И До ближайшей Заправки Надо развернуться 6 и 7 километров Так она Так она же Была Да А по факту Вот она Да Она Вот Вот так Вот можете Верить Навигатору Что-то он Глюканул Что тут происходит Вообще Не понимаю Самое интересное Он рабочую Через дорогу Не показывает Поворот на мост Будет Впереди Вот на мост Мы так Соваться Не будем Так что Все Давай Начинаем Предлагаю Развернуться И заехать На заправку На эту Так еще 6 километров Вперед Крайний ужин Крыму Все четко Все здорово Завтра Будем На материке Ну и сейчас В ночь Не поедем Конечно Ну В любом случае Уже завтра Погребить Не забыли А ну да Ну все тогда Я сейчас посмотрел В зеркало Здесь Умылся Я себя не узнал Что-то Во мне Изменилось Это точно Карбюратор Снимал Посмотрел Он весь чистый Не пылинки Внутри Нет Жиклеры На месте В общем-то Искра Чтобы вы понимали Стабильная Нет никаких В принципе Провалов На месте Крутишь Все хорошо Хотел снять Бак Чтобы добраться До катушки Но мы потом Подумали Это наш Шмурдяк Откручивать И все остальное И короче Начал смотреть Отсюда Высматривать Где же там Катушка Находится И в общем-то Как оказалось Проблемка Вот она Импульсный Контакт Запускай Прокатись Я уже даже сейчас Слышал Что все нормально Все работает Вот так бывает Вот из-за ерунды Из-за какой-то Почему не стал В другом месте Это производить И смотреть И делать Ну сами понимаете Заправка Это заправка Здесь есть все Вплоть до еды Тем более У нас воды С собой не было Ни капли Абсолютно Да и комаров С мухами Здесь нет Потому что Здесь все равно Обрабатывается Это все дело А там их Достаточно Буро Я тебя Внимательно Слушаю Все хорошо Как будто Ничего не было Ну нельзя же Без таких моментов Нельзя А как настроение Это поднялось Еще Вообще Обалденно Ну все Как видите Из-за пустяка Может быть Вот такая проблема Глобальная Знаете Тут еще Какой может быть Момент Когда у нас Потек бак Мы его снимали В темноте И возможно Это просто Был человеческий фактор То что мы Зацепили провод И он чуть-чуть Отошел И потом В процессе От вибрации Он просто Напроста Отсоединился Вполне возможно Такое То есть Как бы Вот так вот И получилось Все глуши Я думаю Сейчас наверное Кофейку попьем Отметим Это дело Очень Жажда Уже замучила Надо попить И там Примем решение Чем вам Поедем Мы там Здесь оставимся Посмотрим Продолжение следует...